Таджикистан Рассказывает Хажирхан Махтиханова, супруга Хакимова. Из сообщений стало ясно, что похитители везут молодого человека в аэропорт Домодедово. По приезду Хакимова-Хажирхан в аэропорт Абдушукур Хакимов уже находился в пограничной зоне и встреча не состоялась. Больше Абдушукур не выходил на связь с родными, только спустя несколько дней он был найден в следственном изоляторе города Худжанда в Таджикистане. Родственники Хакимова предполагают, что молодой человек был похищен таджикскими спецслужбами из Москвы и отправлен на родину самолетом. Родные Хакимова сообщили, что молодому человеку постоянно звонили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, упрекали, что он был в Турции и Египте, и требовали, чтобы он вернулся на родину. Также они постоянно приходили домой к его родителям и требовали возвращения сына. После таких звонков и визитов к его родным Абдушукур, опасаясь за свою безопасность, решил не ехать в Таджикистан. Но в России он ни от кого не скрывался. У Абдушукура на Иждивении было пятеро детей, трое своих и двое детей его сестры. Формируются каналы переброски террористов в Таджикистан и в Россию. Правозащитники оценивают, что такое тесное сотрудничество спецслужб России и Таджикистана ставит под угрозу жизнь каждого неугодного для режима гражданина. Вообще похищений жителей Центральной Азии, граждан в основном Узбекистана и Таджикистана, у нас довольно много. Но я думаю, что я знаю за последние годы порядка 20 таких случаев. Почему они пытаются быстро повернуть? Потому что Европейский суд стоит на страже людей, которые могут подвернуться пытками в той стране, куда их Россия готова выслать. Признает правозащитница Светлана Ганнушкина, председатель комитета гражданское содействие. Почему там? Потому что там, сюда нельзя есть, сюда нельзя есть.